Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Ольга Павловец не хотела жить, перестала общаться с мужем и как актриса пережила уход из жизни маленького сына. За плечами Ольги Павловец участие в более 90 работ в кино, среди которых самые известные «Тайны следствия-22», «Склифосовский», «Тайна Лилит», «На счастливое завтра», «Несчастный случай» и многие другие. В карьере у нее все сложилось отлично, а вот в личной жизни актрисе не везло. Ольга пыталась построить серьезные отношения с коллегами Дмитрием Щербиной и Иваном Шибановым. Оба раза романы заканчивались разрывом. После развода с Дмитрием случилась ужасная трагедия. Погиб их маленький сын. Страшнее горя для родителей не может быть. Ольге пришлось долго приходить в себя, чтобы начать строить новую жизнь. Ольга пошла по стопам родителей, не представляя себя в другой профессии. Ее папа работал в ТЮЗе, иногда снимался в кино. Мама была доцентом кафедры Академии театральных искусств в Санкт-Петербурге. С ранних лет Ольга была окружена творческими людьми и мечтала стать актрисой. С детства она занималась музыкой, танцами, ходила на уроки вокала. Учась в школе, Ольга часто выступала на музыкальных конкурсах, получала призы и награды. Ее приглашали на учебу в консерваторию, но профессиональной музыкой она не хотела заниматься. Уже в 6 лет девочка выходила на сцену ленинградского ТЮЗа. После окончания школы Ольга решила поступать в Университет сценических искусств. На первом курсе она принимала участие в постановках театра БУФ, работала на телевидении, продолжила выступать на музыкальных конкурсах. Ольгу принимали в звездных театральных кругах. Она была еще в студенческие годы достаточно известной среди профессиональных актеров. Впервые она снялась в кино, когда ее пригласили в сериал «Улицы разбитых фонарей». Эта роль была эпизодической, но впоследствии, после переезда в Москву, Ольге начали регулярно поступать предложения от кинорежиссеров. Она принимала участие в съемках «Бандитский Петербург», «Стилет 2», «От 180 и выше» и т.д. Ольга не оказалась заложницей одного образа. В каждой картине она играла нового персонажа, со своим характером, особенностями и привычками. Ольге очень нравилось перевоплощаться в разных героинь, ведь так она могла продемонстрировать свой богатый актерский талант. Приходилось жить на два города, часто ездить в Санкт-Петербург, Москву и обратно. Но Ольга не жаловалась, наоборот, такая активная жизнь ее вполне устраивала. Зрители сериалов расстраивались, когда приходилось прощаться с героиней Ольги. Они привыкали к ней, переживали, хотели, чтобы режиссеры снимали продолжение. Ольга говорила в интервью журналистов, что они с Дмитрием Миллером не против вернуться в проект, но это зависит от сценаристов, а не от их желания. Впрочем, они действительно вернулись на съемки, ведь столько зрителей писала продюсерам с просьбой снова увидеть любимых героев на экранах ТВ. Многочисленные поклонники Ольги активно интересовались не только творческой карьерой, но и личной жизнью актрисы. Ольга не старалась ее скрывать, но и жить на показ также не хотела. На съемках картины «Стелет два» Александр Домогаров всячески ухаживал за Ольгой, пытаясь добиться взаимности. Он играл по вечерам романтические мелодии на фортепиано, посвящал ей песни, читал стихи. Они проводили много времени вместе. Она уверяла, что между ними ничего не было. Ольга подтверждала, что присутствовал флирт, но такое часто случается между актерами. Дмитрий Щербина предпринял более активные меры, чтобы покорить красавицу-актрису. Он проявлял заботу, красиво ухаживал, и сердце Ольги растаяло. Дмитрий предложил избраннице жить в его съемной квартире. На тот момент она представляла собой обшарпанные стены и отсутствие какого-либо косметического ремонта. Но Ольга на такие условия согласилась, и ее они не смутили. Наоборот, ей показалось весьма романтичным начинать общую жизнь с нуля. Пока Щербина был на гастролях, она привела квартиру в порядок. Выкрасила стены, купила бытовые безделушки, чтобы создать домашний уют. После официальной регистрации брака пара регулярно переезжала с одной съемной квартиры в другую. В какой-то момент ей надоело красить стены и прибираться в чужих квартирах. Дмитрий начал раздражать супругу своей угрюмостью, нежеланием развиваться. А еще он любил выпить. Ольга не верила в приметы, но однажды муж нечаянно разбил зеркало. Ночью Ольге приснился дед, который интересовался, действительно ли внучка хочет ребенка от такого мужчины. Скоро Ольга узнала, что беременна. Она сразу сообщила Дмитрию, что растить ребенка будет в Санкт-Петербурге, где живут ее родители. Щербина на тот момент все-таки приобрел собственную квартиру и из Москвы уезжать не собирался. После рождения сына Прохора Ольга с головой погрузилась в материнство. С Дмитрием общалась редко, несмотря на его попытки восстановить мир в семье. Она решилась на развод и какое-то время жила с ребенком. Даже не смотрела в сторону других мужчин. Когда она встретилась с Иваном Шибановым, то снова поверила в любовь. Окрыленная чувствами, Ольга уезжала на съемки фильма «Террор любовью». Четырехлетний сын Прохор оставался с бабушкой и дедушкой. Ольга была так поглощена новым романом и работой, что даже не хотела думать о чем-то плохом. Родители Ольги отвезли внука на дачу. Ничего не предвещало беды. Ребенок гулял по саду, но случайно споткнулся, ударился головой о камень и упал в канаву с водой. Мальчик захлебнулся. Когда отец позвонил Ольге поздно вечером, она сразу почувствовала, случилось что-то страшное и непоправимое. Ольга переживала страшный период. Она не могла сниматься, да что там, даже не хотела жить. Иван Шибанов помог любимой выйти из депрессии. Впоследствии Ольга говорила, что воспоминания того периода остались обрывками, и только близкие люди смогли вытащить ее из этого состояния. Ей казалось, что сын живой, она отказывалась верить в случившееся. После смерти сына Прохора актриса прекратила общение со своим бывшим мужем Дмитрием Щербиной. Много лет они не виделись, хотя одновременно принимали участие в проекте «Ангел-хранитель». Ольга утверждала, что на съемочной площадке с Дмитрием она не пересекалась. Но если бы такое случилось, конечно, она бы смогла поддержать разговор. Прошло совсем немного времени после похорон сына, но Ольга начала думать о втором ребенке. Они с Иваном отправились отдыхать в Крым, а когда вернулись, Ольга узнала о том, что ждет ребенка. Сын Макара появился на свет в той же клинике, где родился и Прохор. Ольга приняла решение почти сразу после родов вернуться в профессию. Сына она везде брала с собой. В перерывах кормила молоком в вагончике, меняла подгузники. Когда мальчик немного подрос, Ольга начала с ним путешествовать по Европе. В 2017 году Ольга рассталась с Шибановым. Они казались идеальной парой, но отношения зашли в тупик. Иван продолжает общаться с Ольгой и сыном Макаром. Между бывшими возлюбленными сохранилась дружба. Иван много времени проводит с сыном, смотрит за ним, пока Ольга уезжает на съемки. После расставания с Иваном Ольга неожиданно для поклонников родила еще одного сына. Но не раскрывает секрета, кто отец Андрея. Отшучивается, что родила от Брэда Питта. Актриса не замужем, но говорит, что для истинной любви не обязательно ставить штамп в паспорте. О личной жизни Ольга старается не говорить с журналистами. Она много времени посвящает работе, но старается уделять внимание своим детям. Сын Макар мечтает стать актером, но Ольга считает, что это не окончательное решение мальчика. Он много времени проводит в актерской среде, поэтому ему так хочется продолжить дело мамы с отцом. Ольга говорит, что многие молодые ребята мечтают стать актерами, считая, что эти слова много денег, любовь, поклонников. На самом деле сниматься в кино большой труд, полная самоотдача, жертвование многими личными благами. Мои дорогие, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу и по поводу этой актрисы и ее жизненной сложной ситуации. Будет очень интересно узнать ваше мнение. А мне в свою очередь хочется пожелать замечательной актрисе, счастья в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok